Чебоксары В рядах почетных граждан города Чебоксары пополнение. Кого удостоили носить это звание? Не только в центре, а в каждом дворе. Чебоксарцы уже начали отмечать День города. Потеряли все, но сохранили жизнь. Чем чебоксарцы могут помочь беженцам с Украины? День города Чебоксары День города Чебоксары Решение поддержали единодушно. Ежегодно мы выбираем почетного гражданина города Чебоксары. И в этом году обсуждали более трех месяцев, кто же это будет. Потому что заслуг много. Восемь кандидатур было бы представлено. Они действительно очень уважаемые люди. Сделали многое для развития города в прошлые годы. И сегодня очень многое делается. Но выбрали мы кандидатуру Угаслова Николая Федоровича. Потому что он сейчас в наше время очень многое делает для социально-экономического развития города. Много строит социальных объектов. Оказывает благотворительную помощь. И в общем-то депутаты единогласно сошлись в том, что это действительно представитель 2014 года. Почетный гражданин города Чебоксары. Я как строитель, как его коллега, тоже хочу сказать, что этот очень достойный человек. Так как он строит очень много, помогает очень много. И очень были бурные обсуждения. И все-таки он на самом деле достоин этого звания. Кстати, заслуги перед столицей Чувашии в канун Дня города отметят не только присвоением звания почетного гражданина. Впервые в этом году вручат медаль, которая так и называется. За заслуги перед городом Чебоксаром. Мы в апреле месяце приняли решение. Дополнительно мы награду ввели муниципальную за заслуги перед городом Чебоксары. И еще ни одна медаль не вручалась. Мы хотим ее тоже приручить ко дню города вместе с почетным гражданином вручить такую медаль за заслуги перед городом Чебоксары. Конкурс на разработку эскиз объявили еще в начале года. В апреле выбрали лучшие варианты. Вот медаль уже не на бумаге, а отлита из латуни и покрыта серебром. Кому она предназначена, чебоксарцы узнают в канун Дня города. Главное не победа, а участие. Или еще победила дружба. Эти избитые выражения настоящие спортсмены недолюбливают. Впрочем, иногда они вполне уместны. Например, когда соревнования так и называются. Кубок дружбы на призы главы города Чебоксары. Турнир стартовал в преддверии Дня города 11 августа. Ну а накануне об истории этих необычных соревнований нам рассказал Леонид Черкесов. День города – любимый праздник горожанами и жителями нашей республики. Много культурных мероприятий, много спортивных мероприятий. Накануне Дня города в День города проходит в Чебоксарах. И наиболее значимое событие накануне Дня города – это Кубок дружбы. Когда все землячества нашей республики, а их всего у нас 21, они участвуют в Кубке дружбы в этом году. Все практически. Вот интересное зрелище, спортивные мероприятия, когда практически каждое землячество может выиграть этот Кубок. Единственное условие, что именно должны быть представители этого землячества, место рождения. Представители землячеств, уроженцы разных районов Чувашии выявляют сильнейших в разных видах спорта на протяжении нескольких дней. Пожалуй, самый высокий накал страстей на футбольном поле. Отдай, отдай! Отдай! Еще один зрелищный вид состязаний между землячествами – волейбол. Два года назад мы решили отменить прописку, оставили только место рождения. И сейчас приезжают с районов, участвуют жители, уроженцы районов, которые живут в городе, и приезжают с районов. Сильные игроки, команды стали намного сильнее, игра стала намного интереснее, и уровень игроков стал намного выше. А в Каздоке у нас проводятся постоянно соревнования, у нас есть ФОК, АДЛ, есть школы, они постоянно занимаются. Мы проводим в районе постоянно между школами, между сельским поселением соревнования. Кстати, с нынешнего года к этим видам спорта присоединилось плавание, в нем участвуют и мужчины, и женщины. Тренируемся всю зиму, летом нет, поэтому результаты не очень. В Комсомольский район мы тренируемся постоянно. У нас же СФСК есть, теперь есть где тренироваться. Соревнования хоть и называются Кубком Дружбы, однако сражения за призы разворачиваются вполне серьезные. Впрочем, как и сами призы. Мы два с лишним раза в этом году увеличили призовой фонд. Вот первое место получает 100 тысяч рублей, второе место 80 тысяч, третье место 50 тысяч рублей. Я думаю, что это тоже неплохой стимул для землячества. Ну, землячество по своему усмотрению на уставную деятельность землячества, укрепление землячества. Ну и, как показывает опыт, они в первую очередь на те же спортивные мероприятия, которые проводятся внутри землячества, эти средства они тратят. Я думаю, что они правильно поступают. Выигрывают, как показывает опыт, что те землячества, где организовано, где крепкие землячества, где они собираются, готовятся, проводят спортивные мероприятия. Конечно, собраться, просто выйти в футбол, без команды невозможно выиграть. И волейбол тоже. А значит, выигрывают те команды, которые собираются, тренируются, готовятся к этим мероприятиям. Кстати, кроме серьезных денежных призов, предусмотрен спецприз. Тем, кто победит в перетягивании каната, по традиции подарят баранам. Продолжение следует... Кто не жаловался, зачем сидеть дома, когда прямо во дворе продают сладкую вату, танцуют и поют? Сегодня мы стоим во дворе жилых домового трактора, строительства 677 и гостела 9, где проводится праздник двора, который проводится у нас ежегодно, уже лет 10, канун Дня города, который у нас должен состоиться 17 августа. Не все же могут дойти до этого праздника, в город имеется в виду, а здесь они именно, все могут участвовать, прийти на этот праздник и почувствовать, что это праздник настоящий. Гостям праздника предоставилась возможность совместить приятное с полезным. Прямо во дворе фитнес-тренеры провели зарядку. Правда, воспользовался возможностью подвигаться в основном молодое поколение. Для тех, кто предпочел спокойный отдых, спел участник проекта одного из федеральных каналов. А почему не танцуете? Я старая уже, танцевать. Да ладно? Да. Хорошо, а почему думаете, такие праздники молодежи нужны? И нам нужны. А почему? Вещеримся немножко, дух поднимается. Люди устают на работе, им надо отдыхать. Надо, надо, надо. Молодежи много, приобщать надо. Улыбаются дети. Они должны улыбаться, а не плакать. Понравилась зарядка, понравились танцы, все понравилось. Я люблю делать зарядку. Здесь узнал новые движения. Мне понравилась музыка и магазины. Хорошо, а ты зарядку делала? Да. Скажи про зарядку. Было весело. Было весело и еще будет. Главное торжество День города впереди. Ну а подобные праздники в эти дни проходят во дворах по всему городу. Наша съемочная группа воспользовалась моментом и побывала на еще одном празднике. Давненько Иван Яковлевич Яковлев не видел такого веселья. Праздник в этом районе решили провести не во дворе, а в сквере перед Национальной библиотекой, чтобы задействовать как можно больше горожан. Здесь развернули батут, угощали сладкой ватой, устраивали спортивные состязания. Маленькие чебоксарцы были в восторге от клоунов и мыльных пузырей. Смотрим за своими детишками. За декабрь, за путь и стил. Наблюдаем. Мне понравилось шум мыльных пузырей. Аттракционно. Мы пришли сюда с друзьями и веселимся. Мне понравилось на батуте кататься, потом кидать дарт, потом палочки в бутылку эти кидать. Ну, мне понравилось. Конкурсы разные, различные. Призы. Вкусные очень. Впрочем, весело было не только детям. Эти праздники нужны для того, чтобы люди отдыхали после работы, особенно в пятницу. Дети веселятся, отдыхают вместе с родителями. Кстати, пока не развлекались, другие совмещали приятное с полезным. Люди, пользуясь случаем, находят время, хватают за руку. Вот только что сходили во двор. Здесь ближайший двор, к моему стыду, оказался незадействованным по ремонту дворовой площадки. И вот Анатолий Андреевич Щербаков, наш председатель одного из домов здешних, повел меня за руку. Как же так? Как же так? Так вот, это место оставили, а ямы такие, что людям пожилого возраста уже проходить сложно. Так что учтем эти замечания. Другие пожелания получим. Это тоже очень важно, общение с людьми. Ну а где-то сейчас не до веселья. Чувашия, как и многие другие регионы страны, принимает беженцев. Тех, кто был вынужден уехать подальше от взрывов и выстрелов, в нашей республике уже более тысячи. Многие приехали в том, в чем застала их война. Из вещей только, от документы. Мы приехали из Донецкой области, в город Шахтерск. Уезжали мы в спешке из-под обстрелов. Буквально мы детей доставали из подвала. У меня мужа обстреляли нацгвардия в огороде. И если бы за ними не ехал к нам в огород БТР, то его бы убили. И в таком положении, в попыхах, то есть без вещей, без ничего мы уезжали. В данный момент мы все нуждаемся и в теплых вещах, потому что многие приехали абсолютно вот как в тапочках. Подобные истории рассказывают многие. Сланцы и шорты. Вот так люди выбирались и солнечного, и теплого, но такого опасного юго-востока Украины. Ну а в Чувашии скоро осень, затем зима. И таким набором не обойтись. Сейчас, когда есть крыши над головой и питание, теплые вещи, пожалуй, самая нужная помощь. Не смогли вещи собрать в военное положение. Жена что смогла, то и взяла. Все, что смогли. Документы и первое, что на первое время. Нуждаемся в теплых вещах, в одежде. Ну и у меня грудной ребенок в этом. В вещах для ребенка. Хочу остаться, хочу найти работу, хочу найти жилье для своей семьи. Несколько коробок абсолютно новых, теплых брюк, курток, кофты, других детских и взрослых вещей привез в реабилитационный центр, где разместили часть беженцев депутат ЧГСД Антон Ковалев. Всем известна тяжелая ситуация на Украине. В данный момент люди вынуждены покидать дома свои. Порой даже не взяв личные вещи. В данный момент по проспекту Мира 31 размещено 28 взрослых людей, беженцев и 22 ребенка. Мною в первую очередь было принято решение в связи с тем, что у людей даже нет элементарных вещей. В сток-магазинах города Москвы было приобретено порядка 500 единиц вещей. Для взрослых, для детей димний сезон, летняя, разнообразная одежда. Власти города тоже принимают активное участие. Эту ситуацию держат под контролем. Кроме одежды беженцы нуждаются в детских вещах, канцтоварах. До 1 сентября примерно на две недели. Игрушках, а еще медикаментах. Как отметил глава города Леонид Черкесов, никакая помощь лишней не будет. Обращаться можно в детский реабилитационный центр по адресу проспект Мира, дом 31. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания.